Аханский метеорит В этом году звездная коллекция университета пополнена новой серией уникальных метеоритов. Их завещал Казанскому университету известный ученый и популяризатор космической науки Андрей Станюкович. В дар геологическому музею перешли 176 небесных тел. В 2003 и в 2005 году он приезжал сюда. Он приезжал как гость и обменивал свои метеориты на наши, например, на Аханский и на Каинзас. И, видимо, ему так понравилось, я думаю, отношение к хранению коллекции. Новая жемчужина коллекции – паласово железо. Первый железокаменный метеорит, найденный в России. Самый большой кусок глыбы хранится в метеоритной коллекции РАН. А в Казанском университете хранится небольшая его частичка. Остальные крупицы разлетелись по всему миру. Другая жемчужина на вид невзрачный камушек. А на самом деле редчайший и самый дорогой метеорит Ишеева. По возрасту он старше Земли. А по составу содержит первичное вещество Солнечной системы. За это его называют «отцом звезд». Его нашли не так давно. И выпал он в Башкирии, возле деревни Ишеева. И после того, как его исследовали, оказалось, что его состав – это углистые метеориты – он очень близок к составу Солнца. То есть практически в возрасте его около чуть больше 4,5 миллиардов лет. Узнать метеорит среди обычных камней не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И стать обладателем камушка на миллион, конечно же, реально. Метеориты разделяют на три вида – железные, каменные и железно-каменные. Когда метеориты падают, они плавятся, поэтому определить их можно по плавившейся черной поверхности камня. Большинство из них содержат железо и обладают магнитными свойствами. И к тому же метеориты тяжелее и плотнее обычных камней. Убедиться, что у вас метеорит, а необычный булыжник поможет в лаборатории РАН. Но для этого придется поделиться 20% образца с научным учреждением. Остальными 80% можно распоряжаться по своему усмотрению. И, например, сколотить состояние. Аделя Шемилова, Роман Самарин, Универньюс.